Небесный, утешителю души сильны, И живи с детствой, и вся исполняем Сокровища благих, и жизни подателю Рыги сильны, сябны, и очисти мы От всяких скверных, и спаси блажей души Сверхи Создатели, мы просим во имя Иисуса Христа Благословите занятие Дух Твой Святой, да поможет нам вникнуть Таинственный смысл Священного Писания Да бы Святая Библия раскрылась нам Как свихильник, сияющий в темном месте Ты осчастливил нас великими законами Которые дал народу израильскому и Церкви Новозаветии Хвала Тебе, в честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух, Аминь 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 Сядешь? Да Как время тебе будет терять? Сюда можно уйти? Серьезно, поскорее маленько Не садись Конечно Вот рядом садитесь, скамейка пустая К книгам не прикасайтесь даже пальцем Вот надо так, чтобы Сережа сел сюда Поменять здесь местами Сережа, выпусти Василия Ты должен сеять по центру, как ведущий И всегда так делают Видишь, как Яков говорит, придет, скажет тебе сядь повыше и будет тебе счесть Ты заклеил, как будто печать антихриста принял на лоб и прячь этот люди Послание филиппинцам 4 глава 10 стих Колоссянам 2.17 Это есть тень будущего, а тело во Христе Толкование Грядущими называет благо Нового Завета Ибо грядущими они были по отношению к Ветхому Завету Существовало до то ли, пока было его время Ну, надо вот, наверное, сейчас напомнить Прошлое занятие, вот, давайте я с 15 стиха прочту Сережа, у тебя в кармане должна быть записка, чем мы кончили Всегда так делают Чем мы кончили, записка есть Я прочитал, но... Я могу спрашивать, ты не можешь А отнял, хозяин 2.15, Колоссянам От чего мы тут Напомним, о чем мы на прошлом занятии были Истребив учением, 14 стих Бывшее о нас рукописание, которое было против нас И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту О Христе речь идет Отняв силы у начальств и властей Властно подверг их позору Восторжествовал над ними собою 16 стих Итак, никто да не осуждает вас за пищу Или питье Или за какой-нибудь праздник Или новомесячий Или субботу И 17 стих, вот, на который толкование Почел Это есть тень будущего, а тело во Христе Ну тогда 18-е, чтобы понять не было О чем Никто да не обольщает вас Самовольным, смиренно-мудрием И служением ангелов Торгаясь в то, чего не видел Безрассудно Надмиваясь Плотским своим умом Толкование Одни ставят знак на слове Во Христе Чтобы такой был смысл Ветхозаветная была тень Тело же, то есть истина Христова есть Какая же нужда хвататься за тень Когда присуще тело А другие соединяют эти слова с последующими Чтобы так можно было понимать Тело же Христова То есть вас никто да не обольщает То есть лишает Ибо это значит, когда один Одерживает победу А другой получает награду Вы победили дьявола и стали выше Зачем же опять подчиняться греху Через соблюдение закона Который не может оправдать Иначе Властвующего над нами Победил Христос А не закон У него должна быть награда А равно и у вас Составляющих тело Христова Каким же образом Это даруемое Вы уступаете закону Совершенно ясно Что если мы живем еще по-иудейски То закон господствует над нами И через него мы надеемся спастись Если же закон тень Христовы же дела тела То прежде нам следовало Свыкнуться с тенью Посему справедливо Он воплотился в последние дни Чтобы нас привести к Отцу После того, как исполнил Их негодование Показав, что с ними хотят поступить Лишить злодейски Лишить их награды Апостол Излагает и самый еретический догмат Говоря Они хотят вас лишить награды Прельстив Кажущимися Смиренно мудрием Ибо Недостойно Говорили Величие Единородного Учить Что Единородный Привел вас К Отцу Так как это больше Нежели Сколько Сообразность Человеческой Малости Почему Основательнее Полагать Что вашему Привидению К Отцу Послужили Ангелы Исходя из этой мысли Они вводили В особое Служение Ангелам Убеждали Простосердечных К ним Обращаться Будто К нашим Спасителям И они Никогда не видавшие Ангелов Утверждают О них То и то Как будто Видели Напрасно Говорит Надмеваются Своим Учением Которое Есть Дело Плотского Размышления А не Духовного Не Обличает Ли Огрубелости Их Ума То Что Они Отрицают Сказанное Христом Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Иоанна 3 16 За Людей И опять И за Них Я Посвящаю Себя Ивангелие Таанас 17 19 И еще Жизнь Мою Полагаю За овец Есть у Меня И иные Овцы Которые Не моего Двора И тех Надлежит Мне Привести Ивангелие Таанас 10 15 И 16 Много И других Подобных Мест Итак Как же Выше Сказал Смиренно Мудрием Смирение Их Было Кажущееся А не Действительное Иначе Надмевались Как Упорные Догматисты Не Допускавшие Даже Чтобы Им Предлагаемо Было Истинное Учение Хотя И Настаивают На своем Учении По Смиренно Мудрию Но Его Они Не Имели А Только Говорили Смиренно Заклону Быть За нас Единородному Это Больше Чем Потребно Для Людей Не По Мере Их Не Подстать Им Полкование Закончено Давайте Порассуждаем Вы Сразу Что Непонятно Поднимай Руку Если Есть Сказать Поднимай Руку А Не Закрывайся Что Уснул И Никто Не Догадается Узнаем Что Спишь Начинайте Это Против Православных Все Написано Какой Сектант Написал Это Послание Павлу Приписывают Неужели Павел Мог Так Говорить Вы Как будто Видели Об Ангелах А кто Видел Матронушка Чем Занимается Ксения Петербургская Еродивая Так Это Про Нас Написано Притом Она Во сне Видела Я За ее Сон Отвечаю Разве А Она Видела А Она Святая Почему Святая Вот Там Была У них Еродива Параскева И Вот В ночь Когда Расстреляли Княжон И Царя Николая Царисы Она Говорит Лютовала Она Материлась Там Бегала Что Вы Делаете Она Пророщица Настоящая Она Буйствовала Там В эту Ночь А Бесновато Она Еще Не Быствовала Сатана Убивает Он И знает Как Ему Не Знать Это Его Дело Он Это Делал Он Человек Убийца И Лжец Где Какая Ложь Есть Это Дьявола Он Заложил Свой Капитал В Капитал Маркса Он Заложил Знания Своим Броневичок Ульянов Придет Будет Картавит Стоять А Люди Являются Ой Как Мудро Сказал А Что Сказал Все Разрушено Расстреляли Сто Миллионов Под нож Пошло Какую Страну Погубили Если Дальше Рассуждать Мы Поймем Это Господь Знает Зачем Так И Здесь Ну Маленько Шагнуть И Сказать А Ко мне Как Относится Целиком Как Видели Будто Подробно Так Все Рассказывают Сейчас Этого Мальчика Вячеслав Крашенинников Он Умер Там Ему Я не знаю Девять Сколько лет Было Канонизировать А церковь Не хочет И Он Видел У него Такие Видения Он Там Динозавров Видел Там Земля Какая Что Ну Мальчишка Он Сказки Насмотрелся Выигран Компьютерная И Он Оттуда Все Переносит А Там Мать И Еще Одна У него Татьяна Помогает И Они Канонизируют И Там Уже Каждый Раз Все Больше Больше Наворачивают Почему О Боге Вообще Речи Нет Под Землей Сидят Динозавры Они Потом Вылезут Кусать Нас Будут Считай Бредню Потому Что Надо Прислушиваться Которые Люди До Нас Были Благословенные Ты Слышал Есть Такое Галилео Галилей С Чем От Других Отмечался Кто Он Такой Имя Так Известно И В школе Изучают Его Ты же Изучал Учительницы Рассказывай Не изучали Если бы Я спросил Докажи Форму Герона Ты бы Сказал Не знаю А уж Галилео Это Галилео Можно Знать Оптикой Оптикой Занимался Оптическими Исследованиями Еще Что-то У него Было Но Главное Чем Он Запомнился Давай Номенитая Его Фраза Все Так Она Версит А теперь Доказывай Ты никогда Он этого Не говорил Он этого Не говорил Был на Покое А отчего Что Доказать Что Земля Плоская Вот Совсем Недавно Это Никто Не верил Что Земля Шар А доказывать Очень Просто По прямой По Доказать Что Земля Шар Иди Доказать Что Земля Шар Вы хотите Сказать Ему Нужно Было Доказывают Они Что Плоская Ну Конечно Они Никак Не верят Что Земля шара а что шар это легко доказать по экватору дальше 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 а потом раз и вернулся на свое место а поясал земной шар 40 тысяч километров никаких льдов не встретилось нет ничего как евреи увидели с фронта бежит куда а я решил вокруг земного шара и с тыла напасть на них а если сильно хотят льды посмотреть его на колыму и он там увидят теперь меридианы параллели по боку если земного шара нет а теперь куда дети езры говорит и царствовал на всем земном шаре прямо на всем земном шаре если у исаи говорится что восседает над кругом земным а вы она написано повесил земли ни на чем ну сверху то смотри над кругом земным вот видим ну надо нас круглая на самом-то деле она не круглая она шар и не верит что сколько до солнца 125 миллионов километров нет всего 70 тысяч или 20 ты даже не знаешь о чем говоришь это полное невежество если бы луна о луне говорить даже было больше она бы упала на землю было бы меньше и оторвала орбита на будет стать космос вымерел господь на килограмму солнце было бы ближе сгорело бы все было бы дальше замерзли бы всех кто так устроил я поворачиваться земля а счет она что зима осень надо же доказать а вот это коза серп луны а куда остальное делось если ты отвергнуть вот то что эту космогонию которая сейчас есть тогда мы поневоле придем земля стоит на трех слонах а слоны стоят на черепахе а черепаха на китах и плавать море ну что то подобное даже к этому подойти вот ну ладно здесь я далеко не могу смотреть у дома но вот я в море тишь полная штиль называется ни одна волна не пробежит полный штиль я стою высоко на руковожу кораблем за штурвал идет корабль от нас уходит и вот он нижняя часть у него скрывается дальше видно одни мачты идут куда остальная часть сделать наконец он дальше идет там ровно там там нету ни гор ни холмов одинаково до сантиметров высота и он скрывается на конечно маще только верхушка оттуда мигает огонь куда корабль то делся то если она не круглая земля то куда это означает шар на за шарты мы все на ровная земля то а как она может это наш арк никто не знает притяжение определяет это притяжение учили в школе то закон ньютона то до 4 9,8 сантиметра секунду падение это как исаак ньютона то открыл под деревом горит лежал яблоко упало начал исследовать да сейчас в невесомости это сразу определяют в невесомости капля воды это шар все значит нужно смотреть священное писание она нам подтверждает земля шар в езре так и написано некоторые перья отпали перья то царе и возникает черненко андропов там и дальше другая дольше царствует и сарса у нас всем земном шаре шаре слова шар стоит выходит нам это отметать надо потому что это не каноническая книга а этими книгами пользовались святые отцы заповедали читать аминь мы должны все-таки научиться смотреть на все как повелевает дух божий вот сегодня николай сказал это а сказал он настолько хорошо я не могу я не успеваю потому что следующее событие наплывает особенно вот канон андрея критского я знаю библию считал не раз я не успеваю да еще по-славянски ну минимум 252 события 252 больших события в течение там четырех часов но хоть многосерийный фильм сделали бы а то в один день понимаешь я тебе буду говорить о чем молится там молитва и это раскладывать по библии ты увидишь это минимум две-три серии надо ставить с хорошими артистами да ка там-то 250 там и лот поминает и садом заблоку войны его еще только нету это все истории и вновь за этим проси меня как просил блудницу в блуднице то больше на блок не шла ты того не вылазишь оттуда ты к этому образу не подходишь яка разбойника до разбойник никогда христе не знал а ты будешь и христианином заставлял брать на меня нападают папы сегодняшние и ссылается вот такой священник там кто-то сказал что воевать надо ну идите воюйте причем тут я я вас не удерживаю винтовку не отбираю вот и понимаешь воевать не с кем сегодня то не надо воевать никто воевать не будет серия где в каспийском море стоят корабли и запускает туда через афганистан по границе летит ракета граница вот так завращивать и ракета поворачивает вот так вот так и летит туда где боевики им дали сказали у них бункер и она бьет ошибка не больше пяти метров через через азербайджан и ирак ракета летела понятно поэтому как ты будешь воевать она хлобысула еще нет сейчас показывать новое оружие испытывать сирии это россия это находка но на полигоне испытать или на деле и он показывает как ударит там только аллах агбара аллах агбара аллах агбара дает пламя она захватывает на квартал ужас один смотреть и все это клубами идет и в виде гриба как атомная бомба это на не атомное оружие это все испытывает на людях у которых нет самолетов у которых егил молодежь сам бою это за халифат и но это рано или поздно это ухицы наконец-то есть сейчас уже и танки если ракеты и все уже да на группах америка и продает там гробов будет много а когда я не знаю просто говорю сейчас все их не бить так когда у них ничего нет но только далее привезли эти стингер это уже вертолеты пошли падать уже сбивают их надо начать себя я подвиг к этому понимаете вот даже жребий бы это показал кто виноват сейчас бы взяли где-то я не знаю как там сосуд какой-то или вертушка какая-то воевать не воевать молчать говорить ну и туда кто-то в руку запустил там слепой чтобы был не смотрел но заметьте буря на море ну и что ну корабль разобьет что будет робинзон круза но можно и не быть может утомить робинзон круза то знаешь как он готовил еще вы еду то совсем но но однако корабль тонет и тогда не догадались за грехи но кто не знает давайте жребий бросим бросили разбудили ты кто будешь жребий пал на него он вообще молчу сидит а кто я иудей я чту бога всевышнего а сам бежит от бога небо и земли бог повелел идти в неневе он пошел по лет взял билет фарсис ну допустим салстайского края сказали езжай в владивосток он взял билет на москву и поехал я чту бога ну жребий пал погибаем что делать он ничего не может сказать я покаюсь бог простит как ян караштадский взял бы сказал я помолился и бог простил он вот выброси меня в море они испугались выброси выбросили море утихло сразу перестало бушевать так может нас надо куда-то выбросить вышибить чтобы прекратилась эта свора бывает один человек удали говорит у спарливого там гневливого и ссора утихла это все примеры для нас и примеры очень важны потому что они касается нас и жребий не надо православным бросать каждый грешный супер грешный хоть всех выбрасывать кого выбрасывать но ты когда-то считаешь примени это и ты скажешь это послание написано православным все когда говорят тут она пима она пима стеньки разину анахлима там эту стенки разину емельки пугачева я когда читаю библию я вижу четыре она пима не всех православным относятся она прямо православным кто не любит господа иисуса христа да я не любят они любят свечки иконы а христе вообще не рассуждают не рассуждают так это не не простые миряне архиереи говорят батюшки звонят знакомые священники говорит сейчас 4 декабря введение во храм богородицы вот послушай щитинский там пантелеем он архиерея епископ что говорит ну батюшка найди я только включил вот он стоит уже записано говорит он стоит дорогие братья и сестры праздник великий введение во храм пренепорочной преснодевы причистой я поздравляю вас ну через меня и вы поздравьте родных и близких праздник видения это большой праздник честь преснодевы марии как девочку велит поздравляю вас ваших сослуживцев в армии выступает политработник в ряде и дальше вот передайте соседям поставил подумал так знакомым вашим введение во храм большой праздник и вот стоит это представитель видно что с большого буду на как говорят глубокого похмелья архиерей ну хоть бы маленько сказал тут столько может сказать ничего нету он семинарию академию кончал и всех которые были академисты его избрали жира ему не нужна принял монашество ну замечательно один служит павел одобряет но дальше то ты сам понимаешь чтобы исчистоте жить и вот он опять постоял маленькая я что хотел сказать поздравляю вас с видением праздником великим праздником братья и сестры не показано кто перед ним стоит то но видно вы защитники нашей родины наших рубежей нашей области как мы рады как мы а сам дома стоит и говорите дядь парни с кем воевать то вот представьте сейчас здесь один из наших ребят любой любой и в руках у него палка ну попробуй подойди но сюда идут сто человек вооруженные автоматами ты еще будешь драться или и руки сложить ну может один раз по забору палкой стукли дальше еще будет и дети твои все 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 погибли почему вы не смотрите что говорит писание идет хан батырь щенгисхан ну кто пустоит когда бог его послал то ну и навстречу ему город один вышел разгромил сжечь детей всех порезали следующий до углича доходят а оттуда вышел князь и говорит у нас оружие нет мы все давно уже выбросили ты князь теперь мы подчиняемся тебе ногу логи будем платить но вот дело другое то так никого не трогай живите как хотите пошел дальше и он канонизирован церковь его канонизировал но нигде ни одного храма честь его нету не нигде нет детей еще сегодня называют вообще нету почему я удивляюсь что димитрий ростовский который писал жития святых как пропустил то он написал это там все зашел затиралась а сколько таких было а сегодня никак или святых самое большое поражение я задаю сама как ну просто видно что сатана прямо захватил их уже уже взял их претендует на них ну а кто такие не знаешь да ты вообще оказывается многого не знаешь это сергий радонежский александр невский есть такие рерихи это все колдуны с нечистой силой знаются и православная церковь выявила рерихи и прочее вне церкви особое заседание было синода православной патриархии но него на одного только и рерих николай говорит я сергий радонежский в другом варианте пришел почему не сказал что апостол павел они время это перевоплощение сергия почему не за то ли что на войну там благословлял дальше эти конечно масонская звезда в звезду посадили только александр невского приставили орден эти конечно и звезда и там его портрет больше никого нету почему они серафима туда не посадили ну маленько то гляньте открытым текстом я рассказываю эту ордена это люди которые есть можем спросить а почему вы не приняты не претендовали на евангелиста и она чтобы воплощение она нет только на серге радонежского кто им это сказал кто претендует на его после загробную участь что ни в каком он не раю а он просто перевоплотился реактор нация вот в этом рерихе от него к сыну когда во всем этом ты будешь знать то тебе уже ничего не надо знать ты будешь только бога молиться как один из лам буддийский говорит если бы все люди верили вот как мы буддисты то могли бы люди спать спокойно никто еще не сворует а если вы верили как вы христиане тогда любви вообще не спали бы а день и ночь богу молились и прославляли какое чудо пришел на землю христос вы говорите в это христе а рот у вас в крови понятно я сколько раз по этому говорил уже нет мы должны это принять на себя да действительно так наследие досталось нам аховое но мы даже протрезвившись от глубокого сна тысячелетия традиции и сказать воевать не надо не надо взявший меч от меча погибли но это меньше взяли мы на защиту защита и у русских он был защита полковые были там священники защита порт артуре еще там нашли скажи где порт артур находится корея северная счетом нашли польша это что русское государство зачем завоевывали польшу вот это вообще не а польша всегда была государственность это одна из провинции россии была перед революцией дали им дала уже свободу и польша солдат только защищали себя защищались данного слышит такой но говорит казанский сирота а почему вырезали все мужское население казань и что татар обратили нет ну и супом то потом приняли им богатство тут они теперь они были верующими конечно нет убийцы григория и пима еще раз путина грех оттуда пришел и причина в том народ не ревновал и бог дал таких правителей 16 глава 5 стихи и я проклинаю и ваши благословения уже прокляты нам этого никогда не говорят а это надо знать я на том что ты избирая себя отца духовного смотри не избери волка а почему сколько угодно подмена исааки пещерский поклонился христос пришел осмотрит а там куриные ножки они начали как бадминтоном играть до утра его кидали из рук в руки бесов футболе ли его если он разучился говорить есть его приведут в столовую а он сидит и не знаю что делать ему ложку в руку вставляет а на статье не надо и он больше полгода не ел не ел живет это жития святых исааки пещерский почему стал думать о себе много живем на небо его возьмут это про нас говорится про нас про нас когда мы так пойми поймем мы тогда вот так будем эти возвышать и не придется мы будем искать героический путь туда господи веди твоих героев они трусов трусливый боязливый чтобы не было как бы не тронули как бы не узнали на работе где-то такой человек не имеет царствие божие ни один боязливый в раю не будет библия заканчивается написано участь боязливых в озере огненным тебе надо надо это расскажи не убоюсь зла либо ты со мною это мы все отсюда берем давай девятнадцатый стих и не держать головы от которой все тело составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо растет возрастом божиим толкование кто учит этому тот говорит не держится главы то есть сына божия ибо он есть глава ангелов как творец и миродержитель равные глава всей церкви как поэтому так и потому что мы и по телу его члены ибо он и в этом самом общник нам из него таким образом все тело церкви имеет и просто бытие и благо бытие кто отпадает от него тот погиб как из головного мозга чувствительный дух посредством нервов передается во все тело и от головы всякое чувство и всякое движение так и все тело церкви снабжается то есть получает чем жить и расти духовно когда же оно имеет это когда состоит из когда состоит в сочетании когда хорошо сложено с ним и само в себе ибо в таком только дух святой снабжает тело чем расти так что если тело не имеет общение с главой и само собой то не бывает ли то не бывает не снабжение духа не возвращение божия то есть наилучшей жизни по богу ну наилучшая жизнь по богу она при христе была ветхий завет не дал его как бы хотел дать закон господь дал думал что человек будет лучше но я предполагаю что думал он то все знает а человек не стал лучше хотя яков брат господи показал что можно было бы сделать но это было уже при кончине теперь никто не знает этого точно хотя говорят что у него от молитвы к господу на коленках было кожа как у верблюда сколько молился и однако это немало не помогло другим стать лучше забили палками сбросили заманили на храм сбросили с храма потом еще добивали палками казалось бы закон там губи за все убийство а вот так подмена происходит подменили сказали а ту его это не наш человек сектант и все и сразу же убили долго не разговаривать у нас просто сейчас такое время еще хоть разговаривают а так вот игнатий тихонов жил бы чуть пораньше посадили бы на бочку с порохом пущай полетает там царство небесное поищет на небесах первый космонавт игнатий лапкин у вас правда не вернулся потому что взяли бы на носите на небеса да поэтому сейчас нужно ценить это время все-таки еще и дать его немного остается сколько ну знаю милосердие божье 25 лет прошло лет 15 может до 40 еще дотянем было такое что 40 лет господь милости давал и даже 80 но это не наш случай я думаю что 40 если вытянем то вот по лезвию все дальше и дальше что творится у нас радость идет в нашей стране заметили великая радость что как выпустят что-то новый вертолет или танк и прям с таким пафосом рассказывают как все хорошо а в швейцарии ничего не выпускают у них там банков много и туда все деньги складывают и русские тоже туда несут и люди там живут вот владимир ильич ленин последние годы своей жизни жил в швейцарии он знал где жить надо потом приехал оттуда и вдруг он все знает как переустроить всю землю и не просто землю нового человека создать и в конце своей жизни говорят он так орал его было слышно из другого здания его почему увезли подальше у него вот так вот мозг заклинило потому что никакой ток не пошел как говорится в головной мозг уже все нечем думать было одна извилина осталась как у военного у него убить убить как можно больше убить убить и видать господь ему взял этот кокон раз вот так сдавил и все а теперь надо что было каяться может покаялся бы ну покаялся бы истинно господь расширил бы не так бы обручем сдавливала не так бы было больно и на воздействие на себя перенесемся вот брат говорит не могу расширить молитву не могу расширить молитву с малого начинать раз не можешь занятий начни сюда приди вот тут побудь еще глядишь и в меньше будешь болеть и жену с собой возьми не обижаться ни на что участвовать занятиях вот он же сегодня смог говорить вот почему не говоришь на занятиях расскажи чаяния свои господь откроет больше 20 стих и так если вы со христом умерли для стихий мира то для чего же вы как живущие в мире держитесь постановлений толкование через крещение говорит умерший со христом вы умерли для всей прежней жизни чтобы больше уже не служить стихиям которым были подчинены прежде поэтому зачем вы снова подчиняетесь им как бы живя прежней жизни вы признаете один день счастливым а другой несчастным но это наблюдение эллинские гороскопы по нашему да смотри же как незаметно он осмеивает их говоря держитесь постановлений вы говорит подобно детям только что начавшим учиться сидите принимая научение и наставление что должно делать и на эти слова последние предложения комментарии игнатия Тихонича Лапкина итак комментарий те родители чьи дети остаются на второй год и не показывают успехов в обучении как они себя чувствуют а а если это не в первый раз и не с одним ребенком мы говорим о нормальных совестливых и богобоязненных родителях разве они не будут проявлять беспокойство искать причину неуспеваемости своих детей чья вина что их дети не развивают если дети больны ненормальны или произошли от больных дебильных родителей или сами растут тунеядцами и хулиганами при хороших родителях но то что в православной церкви паства не знает слова божия и конечно же никому не может проповедовать как раз и говорит о недееспособности своих учителей и пастырей там где исследует священное писание средний прихожанин знает библию лучше чем средний священник и теперь уже не к пастве а к пастырям относятся эти слова вы цитируется блаженный фефилак вы подобно детям только что начавшим учиться сидите принимая научения и наставления что должно делать иоанн златоуст говорит нам православным 21 века господь хочет чтобы христианин был для вселенной учителем закваской светом и солью а что значит свет жизнь светлая не имеющая в себе ничего темного свет не себе полезен ровно как и соль и закваска но приносят пользу другим что пользы христианине если он никому не приносит пользу никого не руководит добродетели ведь соль не себя только поддерживает но укрепляет и согнивающие тела не допускает им портиться и погибать так точно поддерживая и укрепляя гниющие члены то есть беспечных и нерадивых из братья и избавив их от беспечности как бы от некоторой гнилости соедини с прочим телом церкви потому он назвал тебя и закваска в москве 1333 закваска не себя заквашивает но прочее смешение великое и безмерное хотя сама она мала и незначительна так точно и вы хотя вы и малы числом но будете великим и сильным верою и усердием по богу блаженный фиферлак как бы насмехаясь говорит нам вы подобны детям только что начавшим учиться сидите принимая научение и наставление что должно делать в интернете обычно слишком много букв как короче скажешь все правильно это еще коротко это уж просто и дальше не стал усугублять он только тут проповедь взял а если вот дальше чуть еще взял а есть темы это он так чуть-чуть касается войны клятвы златоуста берет а ведь сейчас это основное у нас а клятвия войне на этом делаются все деньги сейчас пока любыми людьми показывает иногда ребенок занимает какое-то важное место по музыке или где-то и обязательно указывает по какой школе кто у него учитель хорошие которые показывают но ведь потому вот какие ученики то можно судить горит каков поп таков приход не знает ничего совершенно единственное что священники могут сказать я слышал я нахожусь в епархии здесь тогда было благочиние звонят кто ягодисты не разговаривайте гоните их в шею все проповедь кончилась но если крепкий так не в шее а по шее уже можно заехать мы в храме то хорошие а тут можно горит и я не за себя я за бога борюсь я всю жизнь за справедливость страдаю но ведь конце-то концов богосподь же послал нас другим оружием вооруженную но один два раза ему за свидетельство если не принимает отойдет но ни разу первый раз только видит первый раз вчера поставили маленький ролик и там эти вот когда барабан это бьют и так вот окрепляются вся ну кто ничего не понятно а дальше показывает двое расстаются и один другому дает привез там гитары или тромбон вот такой вот большой ну прям большой и он его взял и пошел а парень там один с палкой его догнал и по голове эту отнял музыку-то и пошел тут уже сдает и деньги пересчитает сумочку эту взял а дома стал смотреть а там лежит карте это брошюрка маленькая с картинами гюстава даре раскрашенная наша брошюрки наши и он глаза захотел и смотрит и а там видимо адрес был или как-то а следующий день пришли он говорит ну там инструмента давать нет у меня вчера тут оглаушили а тот парень у него такие уже изменения он пришел и видит он отошел от него подошел и говорит он в футляре отдает ему а тот удивляется откуда моя он не говорит ничего просто отдает и мы все а потом постоял маленько вытаскивает и брошюрку ну понял то он его вчера огрел по шапке ты но он ему тогда отдал назад брошюрку и уже он покаялся теперь ясно делал баптистом будет он теперь на тромбоне там на своем играет колотят и как они качаются света и проще все так не обращаются понимаете вот когда смотришь настолько все надуманное если это человек обратился он не будет уже кривляться не хляться он понимает кто он такой почему ефрем сирин плакал так что под глазами были города выводи сейчас нами нами на 100 миллионов сектантов одного чтобы так плакал православные есть есть мало но есть секунду них плакать нельзя надо научить людей входить в атмосферу божьей любви вот когда говорят все время родиться свыше родиться свыше и слова эти повторять научились а когда спрашиваешь ничего там нету еще ну почему на почему пётр не сказал пётр сказал да ты не понял он дать покатись что нам делать мы уже братья 238 деяния покатись и да каждый из вас крестит своими иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа а то вот это и есть рождение признание христа спасителем себя совершенно погибшим и крещение благодать духа его охватывает он в духе святом будет надо все это что ты видишь во свете библии видеть остановись маленько не спеши события кажется совершенно малозначащие но только кажется заря распростерла крылья по небу ну красный что а господь это вы умеете узнавать говорите ведра будет или буря будет лицемеры вот тебе на я нас смотрю на зарю радуясь ее краскам а он говорит лицемеры вы узнавать умеете погоду а как же не видите что мировые события так подошли что уже все к концу подошло в израиле официально объявили избран первосвященник за 2000 лет первый раз первосвященник уже вся власть у него все и там говорит минор и я говорю минор и я знаю вот семисвечник там ну сколько она батюшки спросили а это четыреста семьдесят пять килограмм минора все золото и чистого золота полтонны все абсолютно уже подготовлено и как они будут этот мечеть убирать которая там была по всей вероятности будут они хотят именно этот энергетический фундамент забрать это весь мусульманский мир поднимется ничего у бога все вымеренность почему что запрограммирована уже план его еще не да мы знаем он придет не знаем какой у него в паспорте будет написано сын дана бэн бэн дана там написано габриэль бэндон там написано у него уже и ему написано сколько царствовать 42 месяца ни дня больше его еще нету ну кто знал что путин будет таким сроком семнадцатый год и еще впереди у него умножил теперь наши на шестерку надо умножать срок его дата дважды может по новой теперь избираться это то есть обеспечено а там 42 месяца всего мировой владыка всего три с половиной года но будут события такого масштаба что содрогнется все мать беда хватит дочь обнимет дочь мать обхапает написано и падут как листья осенние есть нечего только через отречения христа от христа дадут тебе квиток как у нас монашка была же мы за ней ухаживали рязанова александра тимофеевна она говорит вот он бросятся люди последние примут печать придут получать а он кинется в склады а там нет ничего один навоз одно дерьмо откуда что-то взято не знаю но что-то подобное будет накормить не смогут два миллиарда людей спихнут миллиарда земли ненужные едоки это легко доказать мы стоим прямо перед самым исполнением последних пророчеств и то что сейчас оружие такое все в один день сметут попы от воевать воевать прямо все выписывать на меня это выписывать вчера день тут зашел вояка такой ну что ты будешь воевать а одна там стоит около иркутской дивизии и так смотреть не на что не напротив по зубу вооруженность 100 дивизий китая который все время колет на север колоть медведя русского это наша территория до урала была и у нас взяли вернуть надо это наша территория понятно что при таком раскладе у нас не то что воевать нам даже вздохнуть не дадут а что делать но самое лучшее купить белые простыни обернуться и вдоль забора на кладбище чтобы никого не смущать что труп не валялся свой это самое простое что может посоветовать и неужели то а вот как бог сделает этого я не знаю там выступают такие вошел там другие депутаты генерал полковник генерал даже армии родионов все правильно рассуждают все одна ракета взлетает если из россии одна на дне трех ярусный щит сколько может взорвать и чтобы не дать взлететь даже почему брежнев тогда с регионом никак не договорились про противоракетная оборона там все время летают спутники и они летают не просто шарики летают у них есть чем долбануть нету ничего я говорю у них есть чем долбануть не еще же только сообщили и ту же минуту все на этом месте будет супер скоростные сегодня сейчас показывает какая скорость даже это невероятно уже самолету по двадцать одну тысячу километров час а ракета еще тут спрашивать спрашивать нечего мы должны сказать что мы стоим перед великими изменениями и нужно готовы быть на всякий час я опираюсь на данные от эти депутаты которые военные недавно ролик выставил никита михалков прямо показывает хабаровсками китайский спецназ как парализует все и буквально до урала двигается сейчас и сопротивления нету и берет он прямо показывает все данные никита михалков и к сергей что это не враг какой-то он близкий верхам и прямо показывать китайцы садятся летят но уже все раза разложено как а как по-другому я не знаю я знаю только одно что после всех победителей победить христос оборонять себя абсолютно не за что и не кому мне один священник тоже долбил долбил лев лебедев я говорю но это сейчас закрывает ну за эту власть и я подумаю благословлять ли идти в армию а другой-то власти нету за коммунистов что ли ты пошлешь за эту власть я и тоже еще подумаю а что думать то идешь или не идешь к стенке кто не идет сразу расстреливать так меня хоть дома похоронят а там меня расстреляют где гитлер издает последний день приказ если замечено будет что трусы солдат это в офицеры никакого сада суда ни тройки ничего расстреливать прямо на месте и показывать как расстреливают фильм снайпер он я боюсь сразу вытащил пистолет пристрелил побежал дальше офицер вот как это дело будет вчера показывать одна там изи до кола подножия холма жили ну и там и немного не знаю 25 что ли тысяч всего было но и на них эти навалились мусульмане они зара близки к зара стрелизм огнепоклонники и она девушка есть 16-18 лет черно там волоса такая распущена найти ее дает когда это не пришли сюда мужское население наше сразу взяли мы забежали на второй этаж и смотрим они хоть рядом отвели у меня там три брата было три племянника отец сразу всех расстреляли и они видят как они падают сразу расстреляли старых которые женщины тоже расстреляли а молодых сразу поделили между собой но меня один взял привел раздевайся куда делал я разделась так помойся помылась теперь живет с нею живет три дня через три дня он ну-ка встань выйди разделься и осмотрели молодая совсем то так я тебя продал этим теперь ее везут на кп и там ее насилуют три дня в шестером и она все это рассказывает это кто это мусульмане это мусульмане это неистовый поход его жеребцы и она все спокойно так рассказывает еще уже все позади то и когда один ее купил помойся то она где-то там каким-то ходом выскочил и один раз она убежала и ее поймали избили ее говорит осень сильно а теперь она кому-то заскочила и там ее спрятали а потом переправили дальше вот что ждет красавицы наших и поэтому сегодня их кучи жить во христе и достойно умереть нет наша решительная нет а если они будут делать получим награду за это и чем она красивее выглядит тем более ходовой товар будет поэтому каждый день прощайся с ними так разве может так же только так и надо жить иначе ты ничего не не поймешь когда потеряешь ты сегодня уже научить ценить это вложить в них максимум героического христова вера надежда любовь мать софия сыновья маковейские мать какая у них была вот так их приучить надо я смотрю на детей здесь которые нас просят без печали не могу смотреть оборони и господи сохрани лучше умереть чем попасть в руки этих изборгов лучше я не нагнетаю обстановку это реально все сегодня уже они завтра здесь будут а может быть по-другому не может потому что она разнаряжена уже считаю 11 главу книги 3 книга ездры какой а розу с человеческим голосом какие крылья там под крыльями это маленькие цари которые будут и и когда скажут мир и безопасность то есть все внезапно придет пагуба как мука постигать женщину я еще в очереди ходила смеялась играла все схватки начались рождение нового мира это слова божии мы все думаем так и будет и когда как говорит строили покупали продавали женились выходили замуж и не думали вот я еще хорошо думали и не думали думать надо внезапно внезапно придет пагуба как сеть захватит живущих на земле внезапно как мука постигает имеющую во чреве ты знаешь ты не знал в какой день какой сейчас а вези меня в роддом а тут куда тебе везти а это более охватят всю вселенную не думать что америка австралия спасутся не спасутся почему написано на всякий народ колено языка и племени он везде воцарится и вот тут наступит момент не так что придет антихрист я часто такой я на занятия не хожу в церковь приду подремлю маленько посплю а там и придет антихрист а ну я ему врежу андрея кураева спросили но антихрист придет что но я подойду и скажу рад познакомиться понимаешь рад познакомиться до конца твой будет ли знакомиться это ты бой для него найди лучшего христианина убей у него уже устав уже устав издали депутаты восстали подписались всем депутатам приговор все сразу свои подписи дедовировали убрали все убрали а набрали до 250 что ли подписи за что против шульхана руха еврейский которому справочник как вести себя женщина рождает чтоб ребенок не вышел держи мимо храма плюй попал югой русский я мы не давай ему лестницу чтобы сдох там это не выпустили сейчас москве года три назад нам прижал назаров был тогда михаил он там другие восстали там кажется константин душевнов много это было и депутаты подписались не три года назад и все может больше даже 10 подписи назад отозвали все равно мы проведем и это исторический документ это не руководство это руководство руководство во все века то что этот хаббат дает нам хасиды нам что делать молиться еще раз другого оружия не дано любовь оказать им любовь но ты посоветуй какое оружие никакого они тоже бывают в беде а ты окажи им беду вот потеряю в начале строя для меня самое неприятное это коммунисты изверги рода человечества но когда не путь подняли гкчп а мы только начали строить девяносто первым батюшка приехал а девяносто втором гкчп девяносто первым и как раз гкчп девяносто втором я в америке был я сказал батюшка давай на этом полуострове там у нас построим отдельный дом и где услышим гкчписты которых теперь все это выбросили никому не нужны старые они никому не нужны секретари рейков их собирать и кормить и поить да поищем дать по-человечески умереть рассказывать им о боге у меня просто реально я об этом говорил и и думал чтобы они узнали есть любовь превосходящее человеческое разумение ну как этот вурбранд она угостила их за столом то он есть охранник она потом сказала ему а я как раз та который вы убивали и бросали там в дунай и трех молодых людей помнишь как это мои сыновья это ты их расстрелял он подавился сидит по столу я с ним переписывался с этим вурбрандом Румыния мы должны реально это все видеть господь не сказал вас будут гладить среди волков посылаю овец ну их то больше чем нас я одна овечка что ты будешь делать то тебя там чуть только прищучили уже ой 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 байдами на тут лезут со всех сторон я не знаю что делать я одинокая женщина и все уважение к тебе все по боку и притом убьет за какой-нибудь полено одно они еще не знают это сейчас схватили одного парня он говорит как на кухне стою говорит она окно открытое ну маленько она накопила он говорит на подоконник заскочил там схватил что-то у нее обратно в окно и выскочил прям на кухне она закричала он ее толканул и дальше в другом месте это сейчас только я считаю вот в данный момент сейчас подружка позвонила Лида приходи ко мне папа на работу уходит отец стоит но он знает подруга через один этаж выше ну это девчонка то слышит минута прошла звонит она знает что пришла Валя она Валя открывает а там совершенно незнакомый мужчина он заглопил сразу ей она такой успела крикнуть папа а он не знал что кто-то дома есть ну мужчина его вытолкал он на мальчину то ну мужчина видать был присели он его пнул он по лестницу покатился там об батарею стукнулся врачи приехали он уже мертвый он так ударил у него там печень все разорвалась удар приравнивался до скорости машины кажется 70 км что ли какой же это удар ноги то я не знаю это сильнейший лошадь ударил я его не убивал он лезет со мной я его просто пнул и мужика посадили 6,5 лет он просидел полгода там ходатайства были хорошие адвокаты его сейчас выпустили дома это может с любым быть но я ударить его не могу он меня оттолкнул и все что он будет делать поэтому у меня надежды на Бога намного больше чем у того мужика а как это будет не знаю как Бог допустит значит я должен умереть слышала? приготовься на кого же на меня? умирать готовься а я хотел это сказать ну как бы свое мнение у меня есть вот вы говорите все время что Россия надвижит пострадать именно таким образом там войдут интервенты ну понятно Москва сгорит то есть да ну Москва сгорит и не обязательно интервенты выйдут сейчас быстрые есть моменты переноса я к тому что всего 13 миллионов всего да и ладно это мило больше будет трупов я думаю еще я к тому что написано что войска севера будут будут атаковать Иерусалим да и в долине Армагеддон произойдет основное сражение и там вот будет кровь по ноздри верблюдов ну и я так думаю что Россия еще худшей наверное уготована то Россию ну Господь вот скажите вот коммунизм это более человеконенавистической и не было в мире доктрины и не было и нет ясно что она она уже до конца мира сохранится это самое лучшее свободы равенства и братства и теперь показали еще что действительно страна так целая прожила это и это оказалось православное государство это мы русские оказались уж хуже вот этой пощечины нету и теперь вот с этим всем вот этим багажом мы теперь придем как раз вот к этому северу это будем мы будем воевать против антихриста но в конечном итоге окажемся что что у нас православия то нету а сколько сколько там 7 месяцев будет только хоронить кости искать все погибнут вот у меня был герой настоящий герой это у нас живет Владимир Рустинов и у него отец Александр начальник радиостанции Рокоссовска всю войну на переднем фронте провел а потом попали в протокол сионских мудрецов он стал говорить его приговорили к расстрелу и главное судил Меркулов заместитель Берии это я не понимаю какой уровень был приговорили к расстрелу и судятся понял он понял а что ты понял то понял что со Христом буду прошла неделя другая они говорят вот ты пиши а помилуй ты фронтовик и прочее а зачем мне это не надо я рад меня приговорили я этого ждал они бились бились и сами заменили ему 25 лет 5 лет поражения в правах 5 лет там ссылка где-то 35 лет всего 2 года 4 месяца отсидел и Сталин скопытился и все просто повезло и он вот этот герой веры своим сыновьям у него 8 сыновей и 2 дочери и он говорил не ходите только когда будут войска посылать не в Афганистан а в Иерусалим с Афганистана Громов кого-то приведет а оттуда ни одного солдата не вернется все будет сожжено и будут вешки ставить где кость найдут поставят кость это собирать кости сжечь это уже определенная участь я когда об этом говорил в техническом университете среди офицеров один говорит да ну это не может быть а тогда встал один я могу назвать его профессор Валерий Викторович и он подошел к окну а там танки стоят у них тогда преподавали этим чтобы лейтенант я говорю вот это все танки будут сожжены он говорит я верю в это ну объясните почему он говорит я недавно из Израиля вернулся и стал рассказывать обстановку какая есть это говорит реально он на меня это реально он рассказывает почему я не военный я знаю расклад который там написан и сколько пойдет 200 миллионов войск будет да это не было какие же войска там написано Библия написана Дведь мы тем ну просчитай тьма тем две тысячи на тысячи и там умножай сколько там ну получается 200 миллионов это все будет сожжено а кто Китай вот показывает такой фильм антихрист Александр и почему Александр антихрист вот тоже вопрос да вот и все он там делает антихрист как он маленький ребенок чуть ниже старались приблизить да ну это пока или шесть вот зарядите слово шесть название ролика и как шестерки ставят и кто не принимает и как их казнят они зажимают голову там блестящая голова и в корзинку ну гильотина своя и как они один другой третья арестованная признают бога до этого хулиганили тут а тут все там верующие они среди верующих и все стены как у нас исписаны выдержками священного писания шесть зарядить я советую посмотреть прямо уже антихрист пришел шесть показывает состояние мировое вот в эти три с половиной года там только он приходит еще ничего нет но уже битва показана китай там приходит и проще я просто так мимоходом главное не это главное чтобы мы были с господом надо воспользоваться драгоценным вот этим временем на пустяки не разменивать а кто-то сказал ударил это маленькие испытания и ты должен принять это как от бога господь нас не желает такими иметь мы должны войти в первое влияние духа святого чтобы он нас обнял он нам показал а когда бог показывает обязательно на основании писания даже сатаной христос разговаривает и не просто пошел ты рогатая сволочь нет а написано второй раз он нападает поклонись написано господу богу твоему поклоняйся господь показывает второзакония ему он третий раз показывает показывает бросься вниз сатана считает живые помощи а люди живые помощи думают отбиться А Господь говорит, не искушай Господа, Бога Твоего. Сатана, я говорю, мог бы возразить, но я для себя имею. Вот смотрел фильм Моисей, когда Бог дает закон, вот так вот лазерный луч идет вокруг скалы, и на скалу падает, и вытекает оплавленная буквы эти, ну скрижали его. Видимо, вот такая сила Слова Божьего, Сатана попятился. Он мог бы возразить-то? Никак. Я убеждился это многократно. Разговариваешь, слушают, возражают. Как только начал читать Слово Божие, все, ничего нет. Ну, представь, я, директор, приехал, вот вы приезжаете, отдыхаете, а то потерявку еще не начинали строить, там, 89-й год. Приехал директор, не директор он был, кажется, директор, Игонин Валерий Григорьевич и Скатниковым с сыновьями. Ночью сидим, тут яма у нас, костерок тут горит. Да вы же на нашей земле, эта земля теперь наша. Я говорю, Господня земля, и что наполняет ее? Он повернулся. Как вы сказали? Я говорю, Господня земля, что наполняет ее? Апсалл такой-то. Он посидел, посидел. Ну, ладно, я домой поехал. Я-то ждал от него сейчас, он что-то... Ничего нельзя. Ну, слова-то проще некуда. Он ему переспросил. А как Господня? Я ни одного вопроса больше не задал, только переспросил. Вот мы должны довериться Слову Божию. Вот меня задают вопрос. Я в интернете работаю. Я работаю там. А как это? Я сразу мест 5-6, иногда 60 с лишним мест Писания показываю. Ни звука нет. Или обращается, или отходит, отползает и скрывается. Почему? Ты уже не со мной разговариваешь. Это вы так Писание знаете? Да ничего я не знаю. Ты задал вопрос, я прошу Бога, и на молитву становлюсь, и у меня как экран какой открытый. Я их выписываю. Тебе так отвечал? Все. Сердце твое довольно? Понятно же, ты понимаешь, что это нельзя придумать. Я указываю место, глава, стих, книги. Писание Бога духовное. И мы его сейчас в руках держим. Мы его расширяем. На сегодняшний день и конкретно уже луч, конкретно как ко мне. Чтобы я вышел отсюда другой. Вот в чем весь смысл. А иначе зачем нам тут сидеть дома-то? Можно дома вот здесь вот, трапезные, можно дома семечки щелкать было. Считай. Колотя нам 2, 22. А, нет, 23. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Я попутно хочу сказать. Вы не думаете, что у него печать антихриста на лбу? Нет. Он настоящий христианин. Это чири ударил его. Приводит и другое наблюдение их относительно пищи. Преимущественно иудейское. Подобно тому, как относительно дней было приведено эллинское. Посрабляя надмене тамошних догматистов, лжеучителей, апостол говорит, что все это не важно, но оканчивается нетлением употребляющих. Истлевшие во чреве, это извергается потом офедроном, так что для души в этом, как оно есть само по себе, нет ни пользы, ни вреда. Это 22 стих. Что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому толкованию. Это не есть наставления божественные, а постановления человеческие. Итак, что же? Разве закон не суть учения Божия? Он существовал, когда было время, а теперь не существует, потому что время его исполнилось. Или говорить так, потому что его искажали старейшины иудейские, устанавливая предания помимо закона, как об этом и Христос говорит в Евангелии. Или он намекает на учение еллинов. Тогда это было и сегодня. У меня мама... В воскресенье нельзя ногти стричь. Бабушка мне так завещала. Бабушка православная была. Павел, когда пишет, у него полное представление, кому он пишет. Он пишет к Алинтину. От домашних Хлоиных мне сделалось известно. То есть приходили какие-то из дома Хлои. Это, видимо, какой-то рабовладелец был. Дом у него. И стало известно. Что же он узнал о нас? У вас, говорит, такое блудодеяние, какого даже у язычников нет. Какой позор, какое клеймо, какое осуждение. На века, на тысячелетия бедная Коринфская церковь. Но когда я узнал, что такое Коринф, это единственный город, у которого выход был на два моря. Через холм другое море начинается. Все только через холм. И они служили там. Сейчас не могу точно сказать, но речь идет. Несколько сот, которые служили блудом своим богиням. И морской пор для моряков там было. Зарплату было где оставить. И Павел там вдруг основывает общину. Там, кажется, вообще рта не раскал. Да с кем разговаривать-то? Не знаешь. Блудец и вперед вас идут, Царцы Божьи. Только бывшие надо добавить. И пишет он от Калосянам. Знание какое, что они увлеклись потусторонним, не понимая, что здесь нельзя подмешивать ангелов. Что нам сектанты говорят вам, что Христа недостаточно одного? Достаточно. А зачем же вы к святым обращаетесь? Ну, мы не просто, говорится, подряд всех. Баптистов, например, не канонизируют у нас. Не подряд ко всем. Только к нашим родным православным, которые были возлюблены Богом, у них были дары. Молитвы и Бог слышал. И у Бога нет мертвых, а только все живые. И мы не нарушаем это общение, чтобы наши молитвы достигли. И мы не говорим, святой дай, мы говорим, моли Бога о нас. Я к Нему обращался здесь. И смерть, это не преграда, чтобы я перестал с Ним общаться. Откуда известно? Повторяю, откровение 6-9. Они знают, что делается на земле. Но он же не Бог, чтобы узнать все. Бог дает талант, они знают. Они знают. Который умер без него. Бог открывает. Когда у вас это все узнаешь, что увидишь. Но я привык. А вот сейчас бы православная церковь приняла такое решение. Святым не молиться. Вот как в Холостину пишали. А ты бы сам молиться. Встал. Меня уже оттуда не вытащили. Я настолько привык. Я сроднился с ними. Они для меня родные, близкие, как члены семьи. Я не могу. Я каждый день на молитве. Каждое утро. Вот у меня братья слышат, я сколько их перечисляю. Я посчитал сколько. 77 святых только на память перечисляю. Кого зовут. А потом тех, которые у меня друзья, вот эти близкие. Еще 150 человек перечисляю. Перечисляю на память. Но и каждый день у меня кто-то добавляется. Какая-то просьба увеличивается. Молитва должна быть живая. Ты, Вася, не устал тут у нас с молитвами-то с нашими? Нет. Я просто сейчас застал. Я его не заставляю молиться, запомните. Он сам смотрит и лежу, даже без меня становится один. Я уже за ним тянусь. Мы на неделе, вот первую неделю здесь, пошли на опи, на мост. Там нас продуло, снимать начал. Вот я еще это, с сопливой-то сижу. Вот у нас такая идет жизнь. Семь раз в день встать на молитву. У тебя уже настроение будет другое. Совсем. Видишь, едут как в лечебницу. Рано еще. Вы знаете, у нас тут один парень наш был в запое. У него мать старая была. Что делать? Я говорю, мать, так, где наша Татьяна? Иди забери ее, мать. Илюней живи. Все, вопрос выполнил. Мне не надо кричать или что-то. Так, а ты собирай свои манатки, ко мне переходи жить. Он тут же явился и лег спать у меня. Со мной будешь. Каждый день не ходи на работу, придешь со мной питаться и за стол. Он неделю только пробыл, больше не выдержал. Он говорит, я исправился и три года в рот не брал. Да. Не надо ничего вшивать. Просто навшивал ему и все. И вы знаете, о ком я говорю, что это реально. Когда мы выставили ролик, наши братья к нему поехали. И выговаривают ему, что ты запился, из запоя выходишь. Уже чертики являются. Что ты делаешь-то? Я выставил, и кто-то пожаловался. Хозяин не хотел. Кто за него заступился, я не знаю. Валя Галя какая, не знаю. Ему сразу Володю послал. Иди, вот такой вот материал, чтобы он снял. Паспорт держал около головы и сказал, я никого не уполномащивал, жаловаться в Ютуб. И он сказал, мы скорее туда отослали, нас не троню. Ролик так и стоит. Это правильно заступается, чтобы человека не опорочить. А это пример, как выйти. Молитва, пост. И он так держал. Я ему написал, как, и он прямо так и прочитал. Я не против, то другое. И дальше паспорт его. Все снимают, фамилия его, имя отчества. Это уже здесь была осенью нынче, как мы приехали. Это идет работа. И человек уже сходил на исповедь. Сейчас стоит с оглашенными, выходит, с вами вместе стоял. Кто оглашенный? Никого оглашенных-то нет. Почему у нас отец говорил, кто-то бежит в дом быстро, дверью хлопал. Что ты несешься, как оглашенный? Я это слово оглашенный знал. Я думал, это оглашенный, то есть суматошный. Куда торопишься? Это, оказывается, оглашенный другой смысл имеет. Готовящийся, оглашаемый словом, глазом, голосом. Еще и не кончилось. Я как раз готовлюсь к оглашению в 96-м году, а работаю в поле золото добывать. И приезжает председатель наш. Ну и все как там забегали, туда-сюда, и, короче, там один трактор утопили. Он такой стоит на всех. Ну что, набегались оглашенные? Бегались оглашенные, трактор утопили. Ну то есть его убедали в начальство, иначе лучше получилось, как всегда. Я думаю, так это он ко мне обращается, подошел к нему и говорю. А я говорю, как раз оглашенный. Он, что? А он даже не понял, то есть пословица просто идет. Я говорю, оглашенный, это тот, кто к окрещению готовится. Он, а ты что, еще не крещен? Он так удивился. А он сам запад Украины, у них там все давно-давно уже крещены. С детства внух. Говорят, у вас как у партии, партийный стаж, это, да, как у них называли-то? Ну да. Ну перед этим, как назывался? А, нет. Перед коммунистом? Ну перед ним подал, его сразу партии не было. Ну там идет кандидат коммунистический. Кандидатский стаж. Коммунистский стаж. Ну вот я говорю, да они-то взяли от нас, мы же раньше их появились. Ну да. А они взяли от христиан. И вот видели у нас? Я один раз был, я не знаю, еще у нас оглашенных столько тут было. За грех отлучен это. Выходит, я посчитал где-то пятая часть. Пятая часть вообще стоит в коридоре. А сейчас совсем мало. Сегодня четверка четыре было, что ли? А у нас в храме в деревне, ну в Киргизии. У нас в Киргизии, у нас вообще ни одного оглашенного нету. Ну у нас только нигде нет. Оглашенные изыдители? Ну все стоят тут все. Так нигде нет, понятно. Ты еще много узнаешь. Когда мы во Фрунзе были, и там встречались со священниками, один из них егумен был. Я мог бы называть их, а один еще в Диевеево после служил. И они хорошо слушали. И они сказали, мы оглашенные священники. Мы, говорит, оглашенные, мы не достойны называться христианами. И вышли оба перед народом и стали каяться. Вот это результат, вот это миссионерская работа. Вот. Любому, который там вякает где-то на меня-то. Оба вышли и стали говорить. У меня, говорит, высшее образование один говорит. В каком году это было? А? В каком это было году? Ну, я в 87-м был. В 87-м. В 87-м. Это в центральном храме было? А? В центральном храме было. Ну, какой-то, да, один храмброс. Да, ну, в городе, во Фрунзе. В какой-то, в Воскресенске или Вознесенске? Да, в Воскресенске. Там Павел еще прислуживал. И священник вышел и перед народом столкается. Я не достоин еще христианином называться. А священники, мы только красуемся друг перед другом. Простите меня. И они стали исповедовать всех прихожан. Принесите все свои лечебники. Волшебные молитвы там. Как свистул, свистуновишь на калиновом концу. Распусти хвостом. Так, болезнь моя пусть едет вместе с тобою. И он их набрал, говорит, вот такие две стопки тетради. И когда все кончилось, он говорит, исповедовать никого не будем. Только будем беседовать и говорить. Исповедовать начали на последние недели, причащать. И во дворе всю эту пакость сожгли. Вот это пробуждение. Они были ревностны. Один из них был такой. Стали крестить ребенка. А ребенок-то большой. Он то ли не объяснил, то ли еще. Она за край ухватилась. А он уже во имя отца. А она стоит, он еще не может. Он давай ее давить. И ей ножку сломал. Представь, какой я был. Он там, не знаю, чего готов дать. Но она усыпилась, а он ее сверху-то давит. Ну, потихоньку ручки отпустить. Как батюшка наш уговаривает. Она отпустила. Опусти ручки мне. Давай сейчас с головкой туда. Все. Там секунда одна. И Господь тебя примет. А он ее даванул. И мне на утро говорят, ножку сломал. Я так опупел. Вот это опопел, как говорится. Да что ж такое. Да как-то так. Ну, что делать. Давай говорить. Плати, сколько она скажет. Лечи, сколько можешь. Лучших врачей найми. Но она никуда не сказала. И так это сошло. Он все дал, поднял. Ну, как положено. Бывает такое. Но я первый раз такое встретил. Это такая ревность у него была. Он уже не смотрел на плоть. А как звали этого священника? А вот тебе. Тайна. Сам узнаешь. Соглядатой. Я бы просто к нему выходил. Ты оттуда. Тебе нельзя знать. Я когда-то здесь наговорил. И этот момент, что я рассказываю, кроме ножки сломанной-то. Такой был сборник, диссидентский. Писали его. Тогда эра. Такая была эра, называлась. Печатный столовик. Нет, нет, нет. Копировать-то. Она еще вот из киселя делала. Или еще состан. Аммиак там. Нет, нет, нет. Что-то такое было. Когда, говорит, мы на крыше делали. И арестовывать пришли. Мы, говорит, не открыли, пока не съели всю краску эту. Аммиак бы не съели. Что-то с крахмалом связано. И она печатала. Эмма там как-то называлась, что-то еще. И там описан был этот случай, как два священника в городе Фрунзе покаялись выше перед народом. Пожалуйста. Но, когда я вернулся, я в храм не ходил. Пока борода не отросла. У меня бороды не было. Я со своим позором был дома. А они ко мне приезжали. Вот как Бог все делает. И тот, который меня должен был вывезти домой из лагеря. Его фамилию, могу сказать, в словах Владимир Васильевич. Я дал сигнал найти его. И мы его нашли, и мы с ним переписываемся. Вы с ним разговаривали по скайпу? Да, по скайпу разговаривали. Я ему книги послал. Он был в то время, кажется, старший лейтенант. И капитан, может быть. Но не больше. И как-то обыск стал в этой зоне. А зону у меня, чтобы меня спасти, они в туберкулезный диспансер меня. И он мне сразу масса сливочного молока давал, чтобы... Ну и все, разговор пошел другой. Вот интересно, как Бог делает. Я его не знал. Доброта невероятная. У нас промзона была. И там отдельно от гаража. А чтобы попасть туда, по ступенькам, ну, прям не за лестницу, а прям по ступеням идешь и туда. И он пришел, когда маленько так уже расслабился человек. И в это время мимо меня проходит. И его никто не заметил. Он меня схватил за руку и кричит. Бегом, беги за мной, не отставай. Бригадиру видал, кричит. Куда ты его? Это на мне. Только не останавливаясь. Он быстро... А у него там железные ворота, железные. Он меня затащил к себе в зону. В зоне еще зона. И он меня захлопал. И все, все. Теперь ты наш. Они с врачом договорились. Татьяна Прокопьевна, наверное, была. С врачом. И вот как-то пришли там обыск делать. А у меня просворы. Все там были. Библия большая. Патриаршая большая. Я прихожу. А ничего нет. А он уже знал. И сразу пришел. Не беспокойтесь. Я знал, что приду. Я все утащил к себе в сейф. В сейф спрятал. Я его звал потеряевку. Приехал. Он говорит, я не могу, я курю. А помните, мы были где-то... А Надежда Васильевна, там как раз по ним и была. Ну, рассказывай. Что интересно, я когда приехала... Погромче. Это новый городок. Я когда приехала в Женотас, я несколько раз туда ездила. И подхожу к этому лагерю. Думаю, ну как же мне узнать-то о нем? Выходит женщина. Я говорю, вы не знаете Лапкина, Игнатия? Я все знаю, все вам расскажу. Идите за мной на расстоянии. За мной. Не отставайте. Нельзя, потому что близко разговаривала. И она указала мне. Я все за ней шла прямо к ее дому. И целую неделю прожила у нее. И она мне все-все рассказала, как что. Потом она меня познакомила вот с этим офицером. Она вызвала... А там как раз вот так, соглядатый, вокруг меня бегает такой небольшой казачонок. А этот говорит... Он назвал только три цифры. Там цифровые были улицы. Название. Цифра улица, дом и квартира. К шести вечера. К шести вечера. И все. Ушел. Ушел. Я прихожу. Все так. Я у него пробыла тоже. Но ночевать я не осталась. Я пошла вот к этому врачу ночевать. И он тоже мне все-все рассказал о нем. Так интересно было. А когда... Игнать говорит, через год поезжай, узнай, что там. Я через год приехала. Знала. Лагерь закрыли. Сделали швейную мастерскую. Там. А лагерь... А перед тем, как он ушел, и он сказал, что напишет в Москву заявление о том, как они там убивают людей и все. А я это от других тоже все узнала, как там жутко, жестоко обращаются с ними. Я говорю, ну а его убили? Они говорят, нет, его мы сохранили. Они его убили в свои объятия. Ну и вот, когда... Когда я была второй раз, тоже приехала через год, то он тоже к нему пришла. Я к врачу к этому и к нему тоже. Все узнала у врача. Она жила я пока эти дни. И там, они говорят, когда он только ушел, и тот, который избивал до смерти людей, и вообще только 60 человек, он всех избивал до полусмерти, он сразу ушел, говорит, к уголовникам, врач говорит. Ну там, говорит, ему не сдавали. Уголовники-то знают, как поступать с такими людьми. Других, кто вот только должны были выйти, тех выпустили, а остальные, говорит, более строгие лагеря отправили. Более строгие. И все начальство разошлось. Одним словом, его расформировали, этот лагерь. По всем другим лагерям разослали, начальство ушло, все. И ничего не осталось. Одна швейная мастерская там вот у нас. Я ему сказал, говорю, Владимир Васильевич, а вы помните, как я попросил вас, чтобы вы меня пролечили? А так бывает иногда что-то подерутся между собой, жалоба. Если он запишет теперь в эту... на каждого ведется журнал, то когда придут сваты, сваты это брать на химию, из лагеря на поселение, то у него замечание, его не возьмут. Он приходит к нему в кабинет, при мне это было. Владимир Васильевич, накажите меня, только не записывайте туда. Раздевайся. Он раздевается вот так вот, вот так вот встанет, вот так держит. Ну держись водом. А у него... Что у него в руках, я так и не понял. Видите, шланга, как вот из машинки стиральной выходит, но видимо сплошняком он такой этот. Ну бывают такие. Литая резина. А? Литая резина. Ну я не знаю, он вот так вот становится, а у Роса вот такой вот примерно. И вот так вот. Я не знаю, сколько можно выдержать. Ну раз пять. Тот присел. Не могу больше. Терпи. Ну я посидел маленько, говорю, Владимир Васильевич, накажите меня тоже. Да вы что? Тут приезжал, говорит, майор из КГБ, чтобы пальцем не трогали этого человека. КГБ родной меня спасало. Посадили. Никогда не тронули. Никогда. Ну и я упрашивал, упрашивал, ну раздевайся. Я разделся. Ну разделся, ухватился за стол. Я все видел, как делал это. Он стал, я не знаю, со всей силы или нет, но скажу, что если ты выпивал, то выпивать неделю не будешь. Какие-то колючки в горле к самому языку подступают. Лишнее выколачивается. Он раза два всего так остал, больше не буду, говорит. А я говорю, мне не надо уже. Уже осознал. Я уже познал. Я говорю, теперь он бывает нанивает наручники, прикавывает его к батарее. Вы на меня наденьте наручники и прикуйте там на день или сколько там. Буйный как. Мне надо, я писать когда-то буду об этом, а мне знаю. Он говорит, этого сделать не могу. Потому что это делается только по распоряжению. И это обязательно фиксируется где-то. А это я самовольно сделал, меня сразу уволят. Понятно? То есть там тоже бывает. Смотрим. А вот помните, когда мы по улице шли, парня-то взяли, который к вам приставал. Ну а? Ему надели наручники. Да. И потом вот там он начал жаловаться, что очень туго там все. И с него сняли сразу наручники там. Ну его только спросили, ну ты не будешь больше там руками возить? Нет, нет, не буду. С него раз сняли, он сразу так не облегчением. Это хорошее воспоминание о хороших людях. Я все удивлялся, как у Бога много добрых людей. Когда мне бороду брили, я попутно сказать, я плачу, сижу, слезы текут. А парикмахер, чеченец, пришел начальник политоотдела всего лагеря, при его присутствии. Просто расстелили большую и стали стричь. А этот режет, а потом надо побрить. А меня Аллах не накажет. Я говорю, да ты-то при чем здесь? Ты тоже зэк, тебя. И теперь статья была большая в центральной газете у Лапкина на всякий случай до страшного суда две бороды. Я ту бороду собрал, платочек принес, она у меня здесь есть. И другая вот она здесь. А вот жиды ни одной бороды, это у меня две. И для нас в центральной газете пропечатали. Можно я спрошу, Игнать Ихович, вы говорите, что ждали, пока у вас отрастет борода. Это вот до каких пор вы ждали? Или там месяц, два? Конечно, до этого я не ждал. Примерно, но у меня была вот такая вот. Ну, как у Володи. Примерно вот такая борода. Можем показать. Я сидел дома, не ходил. Меня начали лечить. У меня было потемнение не легких, а бронхи. Легкие у меня нетронутые. В холодильнике держали в одном месте, сильно у меня полетело все. И там какое-то написали, алоэ, морка, все. Что-то простое такое все. И на вине, и сколько там тушить надо. И мне давали там поскольку поступки или сколько. Все. лекарство оказалось очень хорошее. Мне это помогло. Я в это время дома сидел. Ну, конечно, больше время с отцом провел. Сметом. Ну, вот так Бог дал. Все. Все. Потерп. Ой. Что-то с ребятками ездили. А где, Лена? Ушла она? Да, уехала. Вот за ней муж приезжает. Да, да, да. Выходите молиться. Так, оттуда, дальше стола никто не заходите. Подождите, сейчас к вам подойдут, ребята. Подмога. Давай. У меня должна быть самая маленькая, тут самый маленький мальчик. Вот моя охрана. А я для них охрана. Это в лагере такой у нас порядок был. Чтобы их никто не обидел, я на диме все время простираю руки. Молитесь. Достойно и святково истину, блажите Тя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения с Серафин, без искления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя, величайшую Херубин. Болитесь, Игорь Иванович. Любящий наш Отец Небесный, даровавший нам жизнь, мы просим Тебя, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, услыши нашу молитву и благослови нас на предстоящее время жизни нашей. Ты позволил нам вникать Слово Твое. Если мы в чем погрешили, прости и помилуй, мы это сделали неумышленно, по неведению. Благослови, Израиль, утиши там, войну Россию, Украине, Сирии, даруй мир. Мы умоляем Тебя, Господи, об узниках, томящихся, насилуемых, убиваемых. Обрати всем сердцем к себе и прими в обители Твои вечные. И приготовь эту страну к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Тебе, Боже, слава. Тебе, хвала, счастье и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, западавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И даруй духовное рождение патриархам, папам, епископам, священникам и пастве. И правители, обрати на пути стены. Дай им страх перед Тобою. И сохрани их от покушения на них. Тебе слава за все. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Говори, Господи, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Можете вовозы собирать. Игнатий, а те...